бонжур друзья с острова маврикий сегодня мы побудем настоящими туристами и отправимся в один из пятизвездочных отелей острова под названием Le Jourdise Beach Resort так как наше заселение в отель было лишь после обеда то утром того же дня мы решили поехать на самый юг острова чтобы отправиться в одну из самых популярных экскурсий на острове маврикий а именно наблюдение за китами за нами пришла лодочка капитан матео ну и конечно дельфинов на маврики очень много мы уже ездили плавать ними вот сегодня мы тоже встретили дельфинов перед тем как осуществить нашу мечту но здесь уже дельфины очень большие мы таких до не видели никогда они живут именно на глубине то есть они не приходят на мелководье эти дельфины даже немного похожи на китов гринд вот которых мы видели на тенерифы по размеру плюс-минус одинаковые дельфины очень большая ну вот Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и сразу после заселения мы отправились изучать территорию нашего отеля. Нам уже провели небольшой инструктаж, но вам сейчас все это покажем. Во-первых, здесь очень интересные бассейны. Один из них является подогреваемым, с обычной водой, а второй более такой природной, с натуральной водой, морской водой. И смотрите, как они сделали. Они засыпали все пространство песочком, и бассейн тоже сделан с песком. Ты заходишь как будто в море. Все это под пальмами. Мы заселились после обеда, сейчас самое время отдохнуть. Класс, людей немного, буквально 5-6 номеров занято. А, здесь вот несколько ступенек, и дальше уже плитка пошла, дальше без песка. Но все равно красиво. И здесь глубже, да. С правой стороны у нас есть бар на плаву. Опа! Вода натуральная, морская, но я бы сказал, что она слишком теплая. Надо срочно попробовать второй бассейн, может он попрохладней. Везде шезлонги, полотенчики можно брать прямо у лежаков. Так, ну и давайте второй сразу бассейн затестируем. С левой стороны тоже у нас бар. И вот здесь вода должна быть обычной. Ой, здесь вода еще теплее. Но зато здесь вид прямо на море. Ну, вид хороший, мне нравится. Пальмы такие большие. Так что, если вы мерзляк, вам в этот бассейн. Начнем мы наш обзор на террасе. Она здесь очень просторная, шикарная, с собственным, хоть и небольшим, но собственным бассейном. Есть диван, где можно наслаждаться видами индийского океана, белоснежным пляжем, пением птищек, смотреть на очень красивые пальмы, что, кстати, редкость на Маврикии. Отель для нас подготовил бутылочку французского брюта с закусками, что было очень приятно. В общем, из номера можно не выходить. Возле бассейна есть лежаки, где мы можем отдыхать, даже не выходя из номера, если такого желания нет. Сама комната тоже очень просторная. Есть шикарная кровать. Я чувствую, сегодня мы будем спать как короли. Как давно я не спала на отельных подушках. Потому что обычно отельные подушки в хороших отелях это лучшее, что случалось со мной вообще когда-либо в жизни. Есть небольшой мини-бар, но он платный. Чай, кофе это бесплатно. Есть даже, кстати, такая вот коробочка для того, чтобы охлаждать вино или шампанское. Она нам пригодится. Есть небольшая зона, где можно расположиться, немного поработать за компьютером под кондиционером. Естественно, здесь есть кондиционер, большой телевизор, отдельное кресло, где можно там почитать или просто посидеть, почилить. Но это еще не все. И это не самое крутое. Сейчас вы просто обалдеете. Заходим в ванную комнату. И здесь она супер огромная, просторная. И самое главное, просто посмотрите. Сегодня вечером мы с Сережей будем здесь отдыхать. Очень классный такой цельный кусок камня. Я даже вообще боюсь представить, сколько стоит такая ванна. Наверняка очень много. И выглядит она, конечно, потрясающе. В ванне, конечно, чилить хорошо, но мыться лучше в душе. Душ здесь тоже есть. Но фишка в чем? Его особенность, что есть небольшой мини-хамам. И написана инструкция здесь даже на русском языке. Проходим дальше и попадаем в гардеробную. У каждого из нас есть свой личный умывальник, что я тоже очень люблю. И тоже умывальник из цельного камня. Очень стильно выглядит. Все в таких коричневых тонах. Вот это, кстати, я не люблю. Я люблю, когда более такой светлый дизайн. Но, опять же, на вкус и цвет, как сказать, у всех все разное. Есть халаты. Это для номера и для спа. Спа здесь тоже есть. Мы вам покажем чуть позже. Ну, а дальше небольшой туалет. Я думаю, на нем я уже не буду акцентировать внимание. Вот такой вот номер. Номер, кстати, примерно 85 квадратных метров. То есть он такой очень даже просторный. Это один из самых дорогих и самых классных номеров в этом отеле. В конце этого выпуска я, конечно же, озвучу стоимость. Но можете не смотреть на букинги, потому что там цена гораздо выше. Если напрямую бронировать на сайте, то цена будет именно вот точная. Так что тот, кто напишет ближе всего цену, ну, либо угадает, кто будет первым, получит от нас открытку с острова Маврикий. Так что, ребята, пишите ваши варианты. Будет очень интересно, совпадет ли ваше мнение с тем, сколько стоит пятизвездочный шикарный отель на острове Маврикий. У нас в отеле есть несколько активностей, которые предлагаются для всех гостей бесплатно. Это катание на катамаране, падлборды, каяки и снорклинг. Вот мы записались на снорклинг, сейчас 11 утра. Каждый день в 11 утра отходит лодка на снорклинг и лодка с прозрачным дном. То есть у нас полчаса снорклинга и полчаса мы будем смотреть подводный мир с лодки с прозрачным дном. Мы этого никогда не делали, это будет для нас новый такой опыт. Интересно, мы что-нибудь там увидим вообще? Вот здесь есть такой понтон, сейчас отлив у нас, воды не так много. Выдали нам ласты, у нас маски, трубки свои есть, а вот ласты пригодятся. Хотя я думаю, мы когда-нибудь дойдем до того, что мы с собой еще и ласты будем возить. Так, все, грузимся, подогнали катер. Слушайте, такая большая лодка и для нас двоих. Чем люди занимаются? Что они делают? Загорают? У нас в отеле человек 10-15 есть, никто не захотел ехать. Это может они уже все съесть? А, ну может быть, да. Так, ну что, у нас в центре есть тут, да, вот такие окошки, где стекло. Стекло не поцарапанное вроде, должно быть хорошо видно. Ну сейчас посмотрим. Для тех, кто не умеет плавать, для тех, кто боится снорклить, можно просто понаблюдать за рыбками через стекло. Да, их не так много, не такие цветные кораллы, потому что лодка отбрасывает тень на воду, не так хорошо все видно. Но зато мы сейчас припарковались на Буи и можем поснорклить. Посмотрим, что здесь вообще есть. Продолжение следует... Блин, кораллы огромные, рыбок не так много, но мы встретили черепаху и очень агрессивную мурену. В конце нашего морского путешествия пошел небольшой дождь, мы замерзли и записались сразу в хамам. Здесь в отеле есть спа и для всех гостей абсолютно бесплатно хамам и джакузи, поэтому сейчас мы будем целый час отдыхать, греться. Мне очень нравится, что много опций входит в стоимость самого отеля. То есть мы заплатили не только за отель и еду, но тебе еще вот такие ништяки прилетают, и это очень приятно. Экскурсии, спа, вообще класс. И тут очень много птичек, смотрите, какая красненькая сидит на веточке. Оп, полетела. Класс! Такой милаш. На снегиря похож. Так, вот еще по пути мы тут нашли тренажерку, кто занимается, может использовать. Кстати, в тренажерке проходят еще бесплатно всякие йоги, стрейчинг вот сегодня, завтра пилатес будет, поэтому тоже можно ходить. Ну, а мы пришли в хамам. Раздевалки с правой стороны. Вот здесь вот сам хамам. Есть еще сауна, но она не работает пока что. И вот здесь небольшие такие беседочки для отдыха, можно позагорать. А вот здесь джакузи. Можно всякие массажи включить, класс. Мы вчера вечером здесь были, до ужина прям отдохнули, погрелись. Было супер, поэтому сейчас тоже не упустили такую возможность и записались. Хамам такой хороший, выставляется температура, заходишь и все готово. Какой же это необычный опыт ходить в сауну или в хамам, где жарко. А выходишь, а на улице и не так уж и жарко. Да, на улице кажется парохладнее, чем там. Погнали в джакузи. А еще когда ночью здесь сидишь, в потолке дырка и видно звездное небо. У нас второй день и мы снова на Лиморне, на пляже. И сегодня у нас вторая попытка увидеть китов. Добро пожаловать на борт. У меня уже чувство ностальжи. Опять эта лодка, опять утро. Ну, надеюсь, сегодня нам фортанет. Ну что, полтора часа в море и вторая попытка тоже мимо. Два капитана с нами были на связи, они с эхолотами были, но тоже они ничего не нашли, поэтому еще один минус. Ну и сразу после неудачной экскурсии мы отправились в столицу острова Маврикий, Порт-Луи. Первым делом мы припарковались. Здесь есть в центре несколько парковок возле основных достопримечательностей, но мы выбрали парковку прямо у Марины. Здесь первые 4 часа стоят 50 рупий, недорого. Оставляем машину и идем пешком гулять. Главная улица и самая красивая и интересная в Порт-Луи называется Интенденс. Она ведет от набережной Каудан, вот где мы сейчас находимся, до Дворца правительства. Мы как раз хотим прогуляться по этому маршруту. По пути будут встречаться достопримечательности, какие-то музеи. Честно сказать, музеи нам не очень интересны, поэтому их мы будем пропускать. Но знаете, что они здесь есть. И для любителей музеев здесь есть чем заняться. Их штук 5, наверное, здесь точно. Если честно, мы сегодня не обедали, очень голодны, уже 4 часа. Поэтому для начала мы хотим подкрепиться. Здесь вот прямо на улице есть такой небольшой фудкорт с вагончиками, с фургонами. И в каждом из них разная еда. Ну, бургеры сразу нет, потому что бургеры мы везде можем поесть. А вот настоящие азиатские пельмени не везде доступны. Поэтому я думаю, что порцию пельменей берем здесь. Это как раз-таки те пельмени, которые подают в Гонконге, в Китае. Они оттуда и заимствованы. Значит, мы берем чисто на пробу, будем брать в каждом месте. Поэтому берем 5 штучек с курицей и креветками. Это, наверное, будет что-то вместе такое. Либо часть будет с курицей, часть с креветками. Не знаю, попробуем. Стоит 150 рублей 5 штучек. Все остальное нам не понравилось. Там есть еще карри. Но мы карри вообще не любим. Это как раз-таки индийская кухня. Здесь ее тоже очень много, потому что большая часть вообще населения индийцы. Маврийки, они еще давным-давно сюда приехали и обосновались, соответственно. Поэтому индийская кухня встречается повсеместно. Мы ее, если честно, вообще не любим. Поэтому и не показываем. Ну что, наши пельмешки вот за 5 минут готовы. Палили нам соевым соусом, дали палочки. Ну что, а сейчас моя любимая рубрика начинается. Чай с курицей, чай с креветкой. Мне попалось с курицей. Или это микс? Вкусные пельмени. Они никак не похожи на наши. Они именно вот такие азиатские. Шикарно. Для перекуса самое оно. Ладно, доедаем и двигаемся. Thank you, bye-bye. Кто бы мог подумать, что Порт-Луе окажется таким приятным городком. Особенно вот набережная очень кайфово. Есть кафешки, можно выпить кофе, может покушать. И сейчас мы прогуляемся по улице и дойдем до китайского квартала. Здесь есть вот такая вот фото-зона с подвешенными зонтиками. Здесь все фотографируются. Очень ярко и красиво. И по бокам находятся магазины с сувенирной продукцией, с одеждой. Сейчас зайдем посмотрим, что по ценам. А оказывается, это и есть крафт-маркет. Здесь много всякой интересности. О, я вижу, есть картины красивые. Открытки. Hello. Все это ручная работа. Ну, по крайней мере, много чего ручной работы. Есть, конечно, я вижу и такие китайские ширпотрепы. Но что-то интересное, я думаю, можно найти. Есть такие красивые свечки. Они тоже ручной работы. Класс. По 600 рупий. Ну, не дешево, конечно. Тоже для массажа свечки по 500 рупий. О, также здесь есть шоколадки по 275 рупий. 100%-ный, 80%-ный, до 45%. Но он с Мадагаскара. А мы полетим на Мадагаскар, поэтому там это и кукур. Символом острова Маврикии является птица Дудо, которая уже вымерла, к большому сожалению. Мы нашли одно такое очень атмосферное место, где мужчина сам делает доски такой, ручная работа, выбивает птиц, черепашек. Очень красиво. Но это очень большой такой подарок, мы не сможем его отправить, поэтому ищем что-нибудь поменьше. Нашли мы у бабушки магниты и картины ручной работы. Это шелк, и на шелке нарисовано. Реально обалденно. Берем вот такую. Вот сколько мы путешествуем, мы себе обычно сувениры не покупаем, покупаем реально только зрителям. Ну потому что нам их некуда складывать, мы возим все наши вещи с собой, а если бы мы в каждой стране покупали что-то себе, то чемодан сувениров, наверное, уже был бы. Поэтому делаем вот так. Все подарки вам. Дальше мы наткнулись на... Казино. Представляете, можно заехать и бабки все проиграть, и потом звонить родственникам, заберите меня с Маврикия, я бы все проиграл. Азартные маврикийцы, любят они играть. Казино здесь достаточно много. Они и на курортах есть, и вот в Порт-Луи. Кстати, Порт-Луи, кажется, вот вроде бы остров не такой большой, но Порт-Луи, во-первых, самый большой город, здесь проживает 150 тысяч населения. Это финансовый центр, то есть все как бы деньги сконцентрированы здесь. Ну и вообще, Маврикия – это одна из самых развитых стран африканских. Здесь, получается, порт как раз-таки в Порт-Луи находится, и денег здесь достаточно много. Да, и это, кстати, офшорная зона, насколько я вот читала. Маврикия – первый остров, который мы встречаем, где есть метро. Мы видели, правда, только наземное, но все равно сам факт удивительный. Чтобы прочувствовать местного колорита, мы проходим через локальный рынок. Здесь ребята продают фрукты, прям прокрикивают цены, чтобы у них купили, дают пробовать. Здесь такая, знаете, вот эта вот грязь, все валяется. Ну, как, короче, обычно на рынках происходят коробки, люди, кони, все смешалось. А, и, кстати, из таких интересных особенностей, достопримечательностей, вообще занятий на Маврикии, как раз-таки в Порт-Луи есть скачки, но только они проходят, к сожалению, по выходным. Сегодня не выходной, поэтому мы не попадаем. Но тема очень прикольная, можно делать ставки. и проводить время таким образом. И это мы еще до китайского квартала не дошли, а уже попали в какую-то Индию, что ли, где все говорят и кричат на французском языке. И продают китайские товары. Очень громко. Мне это напомнило на Зандибаре Стоунтаун. Стоунтаун, да. Да, Стоунтаун. Прям очень похоже. Такой африканский, как бы чуть-чуть африканский, чуть-чуть индийский, говорит. Как только попадаешь в китайский квартал, сразу же понимаешь, что ты находишься в Китае. Очень много азиатских граффити, не только китайских, но и таких японских. Аниме, рестораны, магазины, все вот в китайском стиле. Ну и, конечно же, главный атрибут Китая – это вот эти вот красные фонарики. Они здесь повсюду. Китая – это вот эти вот красные фонарики. Стоунг – это вот это вот красный фонарик. Ребятки, я знаю, что вы соскучились по вашей любимой и моей тоже любимой рубрике «Хочу пожрать», поэтому предлагаю прямо сейчас петь эту песню всем вместе. Давайте на раз, два, три. А сейчас моя любимая рубрика. Пара-ба-ба, хочу пожрать. И сегодня вечером мы пришли в азиатский ресторан. На территории отеля вообще есть несколько ресторанов, по-моему, четыре. И сегодня вечером у нас первый из них – это азиатский. И здесь есть меню. Оно достаточно разнообразное, но вот по ценнику здесь две цены. Одна нормальная, а вторая для халфборда. То есть, как у нас, некоторые блюда прямо написано, что ноль стоит, а за некоторые придется чуть-чуть доплатить. Если кто не знает, то халфборд – это полупансион приводится, и это завтраки и ужины. Мы сделали заказ, но нам сразу же принесли пристартер, так называемый. Вот такой вот бутербродик небольшой с курицей. Давайте его сразу попробуем. Пахнет вкусно. Потому что я заказал себе еще местное пиво. Вот как раз-таки этот бутербродик к нему и будет. Ну, пиво обычное, светлое. Ну да, вот такая закуска небольшая. К пивку подходит. Мы совсем забыли, что у нас же еще и закуски заказаны. У меня туна-татаки. Это сырой тунец, обжаренный со всех сторон немного. Подается с овощами и лаймом сверху. Опа! А у меня силича из лосося. Это изначально перуанское блюдо, но оно много где подается. Здесь сырой лосось. Я вижу водоросли есть. Должен быть еще лук в оригинале. Не знаю, есть ли он здесь. Сейчас попробую. Кунжутные семечки. Выглядит. И огурчик, огурчик. У меня тунец подается с арбузом. Первый раз такое сочетание вижу. Вкусно? Ну, тунец всегда вкусный. Не знаю, вот тунец вообще сложно испортить. А туна-татаки это вообще моя любимая закуска. Ну и мы перешли к самому интересному. Я заказал себе ребра. Потому что ребра тоже мое одно из любимых блюд. А тем более, когда на столе есть пиво. У меня попроще сегодня рыбка. Очень вкусном соусе. Немножко островатом. Это индонезийский вариант приготовления. Сверху лежит, правда, такой зеленый перец. Его я точно есть не буду. Один, наверное, из самых пикантных, которых я пробовала. И между блюдами нам, кстати, приносили сорбет. Что тоже показатель хорошего ресторана. Был очень вкусный сорбет клубничный. Да, кормят тут вкусно. Ну что ж, давайте я попробую ребра. У меня есть свой рейтинг ребер. С вашего позволения сделаю это руками. Я вам хочу сказать, если бы я составлял топ-10 ребер по всему миру, то однозначно они бы зашли в этот топ. Мясо легко отделяется от кости. Мясо мягкое, сочное. И в соусе есть мед. Добавляет немного сладости этому блюду. Картошку я, к сожалению, есть не буду. А может и к счастью. Но овощи на гриле тоже есть. Поэтому можно есть ребра, овощи и запивать все пивком. Вкусно безумно. И чтобы вы понимали, это 10 часов вечера. Вот такие сложные съемки. Ну ладно, увидимся на завтраке. Субтитры сделал DimaTorzok Перед насыщенным днем нужно отлично подкрепиться. Мы пришли на завтрак. И у нас здесь не шведский стол, как мы думали, а а-ля карт. То есть мы заказываем все по меню. Вот, кстати, здесь есть мухи, что меня бесит. Я взяла себе бенедикт с лососем и блинчики. Кофе, сок, а Сергей взял тост с лососем, скрэмбл-эг и бекон. Завтракаем и в море. День три, попытка номер три. Надеемся, что она сегодня у нас будет успешной. Потому что, если не сегодня, то уже на Маврикии не получится увидеть китов, потому что мы скоро улетаем. Тогда уже в другой стране. Решили мы еще поменять компанию, с которой отправимся смотреть этих китов. Матео хороший человек, он с нас много денег не брал, потому что мы все-таки не увидели китов. Он нам сделал хорошую скидку. Вообще, тур у него стоит 12 тысяч рупий. Мы заплатили первый раз 8, то есть по 4 спары. Потом мы второй раз, когда поехали, тоже он сказал, блин, оплатите хотя бы просто бензин. И мы заплатили 3 тысячи на всех, то есть по полторы. Здесь же в компании мы нашли ребят, которые гоняют с эхолотом. Они непосредственно находят сначала китов вот этим прибором, потом к ним подходят и уже там мы плаваем и снимаем самих китов. У них стоит 5 тысяч человека, то есть десятка за двоих. Ценник серьезный, поэтому мы настроены тоже серьезно и надеемся, что мы все-таки увидим этих китов. Приехали мы в 6.40, в 7 у нас выезд. И не как обычно с Леморна, с самого юга острова, а мы чуть выше, чуть севернее находимся, на самом западе. Это как раз-таки вот 20 минут от нашего дома. С нами уже также опять ребятки. Они живут на самом севере и каждый раз они ехали по час пятьдесят, по два часа, да? Да, сон это для слабаков. Вы могли просто не ложиться, в принципе. Так рано просыпаться. Вот, видите, Женя даже спит. Прям в машине уже не отходя от моря, чтобы этих китов увидеть. Спустя час мы нашли три кашелота. Наверное, трое, да. Да, и трое, он сказал. О, ну да, да. Четверо. О, даже четверо. Ничего себе они большие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...